как обещал так и сделал на самом деле мне вот интересно было бы конечно узнать мнение оператора ведь наверняка как и у многих была уверенность у людей на 99 процентов что однозначно такое не может получиться в нашем мире где царствует товар денежные отношения где все покупается и продается и вдруг человек без денег может обойти вокруг света мне это сделать удалось путешествовал я автостопом пешком море стопом самолета стопом летал на частных самолетах на частных яхтах плавал ездил на мотопедах на машинах легковых грузовых тракторах на гужевом транспорте ни разу не поездил ел то что давали спал в лесу в парках в скверах на лавочках в кювете на обочине в машинах которые подвозили у людей которые приглашали к себе ибо да ближе кстати варианты когда мне просто люди после общения снимали на пару ночей там номер в гостинице или ну давай поживи как царь помойся и я вышел из омска и через примерно год вернулся обратно люди наверно болеют но я то что в своем радостном состоянии да 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 в таком у меня был такой невидимый скафандр который назывался тихая радость и доброе расположение к миру ни разу не болел даже элементарной простуды ни разу не было и с властями ни разу не приходилось сталкиваться с полицией было несколько раз в нью-йорке с полицией столкнулся когда ночевал в сквере на лавочке полиция сказала что с 10 вечера до 5 утра по моему в парках находиться нельзя поэтому сказали что нужно идти куда-нибудь в другое место спать и была ситуация в китае с полицией тоже сказали освободите метро потому что ночью там нельзя находиться но при этом китайская полиция довезла меня до аэропорта и я там спокойно переночевал в аэропорту ну я я миновал все горячие точки планеты как то вот из я встречался с мусульманами на в индонезии еще в ряде каких-то стран на и меня просто приглашали в гости мы приходили в дом у них там свои вот эти вот какие-то обычаи свои традиции но при этом люди узнав мою историю до просто приглашали в гости кормили поели животным миром было было две три но в общем ситуация была жесткая тогда когда я был на гавайях и ночевал там в лесу и там на меня вышел кабан ну я просто я просто сбежал собирая от него кабан благо за мной не память не побежал в юго-восточной азии меня донимали собаки там как правило все ездят на мотиках да когда идет человек пеший почему-то они начинают сразу лаят вот там собаки доставали и вот это вот две таких вот ярких каких-то ситуаций а так пару раз в лесу были моменты когда я просто вот раз слышал какой-то там шорох звук приближающего животного я делал что-то либо такое либо а и животное убегало с погодой была тоже экстремальная ситуация в на гавайях собственно говоря вся экстремальная ситуация была этот дождь когда шел вот даже элементарно какой-то мелкий дождь если он капал мелко и всю ночь что соответственно и если я спал под открытым небом то но все я уже не спал я мог под дождем вот а ливень очень такой вот прям когда не было вообще ничего видно и он лил несколько часов это было на гавайях а я как раз там не на машине ехала я шел в общем у меня был я уже приспособил такой этот мешок большой достаточно почти там с мой рост у меня там было прорезано для головы и для рук то есть у меня руки мокли да и голова мокла и по шее так затекала туда но при этом у меня мешок был на мне одет и а он прикрывал рюкзак ну вот собственно говоря я помню иду я под этим дождем и думаю пушка даже он закончится у меня уже и под мешком все мокро ну ладно что делать иду дальше вдруг идет значит навстречу американка такая смотрит на меня и ведь что это мешок а распорвывается улыбки она идет под за под зонтом в таких каких-то очень высоких высоких этих резиновых сапогах в таких в такой цветочек в каком-то таком плаще ну то есть она упакована по полной программе она останавливается под этим зонтом сможет на ней говорит о гуд айдиа вот самая экстремальная погодная ситуация за дорогу не удалось даже одной дотереть постерлись концу пути подошвы у кроссовок и папаша пошел отрываться основа от подошвы в одном месте а вторых ну вот то есть подошвы обе стерлись а вот порвалось только на одном кроссовке 2 оставался или я приставал журналистам так журналисты а в лос-анджелесе я значит прохожу ребята видео видимо телевизионщики они значит снимают какие-то новости такой вот я такой встал такой на них значит смотрю они сняли и но этот начинает там пытаться со мной говорить вот но видит что я какой-то там не 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 местный но в связи с тем что я не знаю языка поэтому интервью не получилось нет маршрут был очень ну как его маршрут это не было было как вот была взята карта мной да я посмотрел а ну вот есть вот такие 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 стран ну здорово будет если я их все обойду а дальше путь складывался вообще в немой моих каких-то там планов как бы я не планировал путь сам поворачивался вот я останавливал машину машина ехала вправо я ехал ехал правее то есть моя задача была двигаться только на запад на запад на запад на запад чтобы вернуться обратно в точку старта все поэтому ну где-то больше 30 стран получилось я уже несколько раз пересчитывал никак не могу я посчитать но я знаю что больше 30 потому что каждый раз досчитывает там до 30 я начинаю сбиваться думаю ой а вот это я посчитал не посчитал но я так подумал она я запомнил это число что больше 30 а дальше вот сколько когда посчитаю когда уже там в книге наверное буду прописывать самый главный язык это был ниже язык даже не жестов а язык язык мимики первое слово которое все говорили друг другу это была улыбка если ты улыбнулся эти навстречу улыбнулись ты считаю же все ты уже в диалоге типа же понимают все тебе уже сразу же на твою улыбку там протягивают бутылку скажем воды если жарко протягивает там кусок хлеба если они сами там что-то едят а уже дальше включается язык жестов по пошли уже ручки вход там вступать там поесть попить это пойдем там что-то но и а английский появился уже ближе к концу наверное путешествие ну и он очень такой вот очень элементарный здравствуйте меня зовут вспомнила праздник такой я был в нью-йорке в нью-йорке и там как раз вот я был когда был был национальный день то ли бразилии то ли в общем какого-то вот такого вот южноамериканского там государства и по улице она перекрыта была там по какой-то авеню по моему что ли или или улице которая пересекала авеню в общем это вот в районе манхэттена было и вот по этой улице шло огромное шествие там шли какие-то карнавальных костюмах там танцующие женщины мужчины что там жонглировали что-то кричали пели но вот это было реально у меня было такое ощущение что я резко находясь вот у нас в нью-йорке и вдруг я увидел это шествие я как будто переместился сразу же в южную америку но вот это ярко сразу вот а вспомнил друзей великое множество приобрел друзей причем друзей там начиная по возрасту вот в такой разбег по мужчин и женщины и юноши девушки до бабушки до высокие маленькие худые толстые богатые бедные великое множество и друзья сформировались разбились на несколько групп были друзья которые подключились к моему пути да то есть они там соц сетях добавились и они со мной весь путь прошли ну а потом как то так вот где-то висят там друзья появились друзья которые прошли со мной путь и которые периодически там на празднике сейчас что-то пишут а есть друзья которые до сих пор говорят давай возвращайся приезжай опять к нам и которых я тоже там к себе зову но то есть это те люди с которыми мы вот нашли не только близость интересов каких-то вот в материальном мире но и какое-то духовное там артство возникло привести значит такой человек идет с маленьким рюкзачком вокруг света и за собой тянет такой вагончик железнодорожный и туда периодически складывает какие-то эти сомвиниров нет а все что у меня с собой доехала вот до омска да люди старались что-то давать им хотелось да что-то дать поделиться но все что у меня до омска доехала это песок белый из местечка аламагорда это в америке какой штат нью-мексико есть такое место где такая пустыня белая да ветер такой переметает эти барханчики такие вид такой как будто это как будто на луну попал вот и вот мне женщина которая не туда американка привозила показывать это место она без моего даже это я даже этого не знал она взяла маленький такой пакетик защелкивающий насыпал туда песку и когда мы с ней прощались она мне сказал вот это чтобы у тебя была память вот это все доехала вот эта книга как раз которая о кругосветке она многоуровневая это рассказ о том как человек двигается по миру это рассказ о том как происходит трансформация этого человека как происходит коммуникации с людьми как в нем активизируется страхи и как он с ними справляется то есть вот несколько несколько уровень какие эмоции там возникают какие мысли приходят спасибо всем до новых встреч